Самый незаметный вид прибавок, если вам нужно очень аккуратно прибавить петли в полотне, в любом узоре практически, и идеально это смотрится на лицевой глади. Вот посмотрите, вот этот вариант. Это как раз незаметные прибавки. И вот для сравнения розовый образец, это прибавки из нижней петли. Если вам нужно максимально незаметно прибавить петли, то этот способ как раз подойдет для вас. Всем привет! Меня зовут Анастасия, и добро пожаловать на YouTube-канал Рукотворное, который посвящен самым коротким и полезным мастер-классам по вязанию крючком и спицами. И здесь еще много информации на около вязальной темы. Сегодня с вами разберем, как сделать прибавки не такими заметными в полотне. Вы видите, что здесь идет явная полоса, по которой мы можем с вами определить, где идет этот ряд с прибавками. В этом же способе, который я вам сейчас покажу, это не так заметно. Конечно, если уж присмотреться, то явно видно, что здесь вот по этому краю идут две петли, и слева идут прибавки. Но как они выполнены, здесь не совсем очевидно, и мы с вами этот способ сейчас разберем. Может быть, он не такой общепринятый, как обычные способы прибавок, но этот прием тоже очень может вам помочь. В разных случаях и в узорах так тоже можно делать. Однажды мне нужно было связать узор рисом, и мне нужно было сделать прибавки незаметными. Вот здесь как раз такой способ тоже подошел. Начнем. Я чаще всего делаю прибавки, отступая несколько петель от края. И в данном случае у меня здесь нужно отступить две петли. И что я делаю дальше? Здесь пряжа состоит из двух нитей, и мне нужно ее разъединить как раз вот на две. И я из каждой провяжу петлю, и это будет незаметно. Лицевая тоже. Одна нить, обратите внимание, остается на спице, и из нее я также провязываю. Если у вас пряжа состоит из, допустим, четырех-восьми, то вы также делите их пополам, эти волокна на каждой этой петле, из которой будете вязать прибавки, и провязываете все то же самое. И далее до окончания ряда здесь лицевые. В этом весь прием и заключается. И сейчас я покажу вам тот же самый прием еще раз. Итак, кромочную эту снимаю, две лицевые, и после них у меня идут прибавки. Я спицей аккуратно, вот так вот, нить разъединена на две, и провязываю из одной половины петли лицевой, и из второй. Готово. Далее снова лицевые до окончания ряда. Ну что, в итоге прибавки в полотне совершенно неразличимы. Если совершенно не присматриваться, то вы этого и не заметите. Просто идет как будто бы расширение в полотне. Хотя они все идут на одном уровне, и они должны быть очень заметными. Если вы еще не знали такой способ, то напишите мне комментарий под видео. Мне будет очень приятно, что я для вас что-то полезное сделала. Если вы уже пользуетесь таким приемом, то напишите тоже комментарий. Мне будет очень приятно знать, что этот метод вам известен. Ну что же, всем удачи в вязании, побольше вдохновения, и всем пока. До встречи в новых видео. Субтитры сделал DimaTorzok